И всем здарова, друзья! У микрофона, как всегда, Сема Плей, и я продолжаю проходить новеллу Everlasting Summer, мод продолжения истории. И вот, мы наконец-то всё, прошли все эти курсы обучающие, вот там, и мы наконец-то, так сказать, это, всё, в Савёнок едем на автобусе нашем. Так что, погнали, не знаю, тут будут девчонки или нет, но вроде Ульяна или кто-то там собирались туда поехать. Насколько я помню из прохождения, из прошлых серий. Вот, так что, ладно, погнали. Подписывайся на канал, ставь лайкосик, пиши коммент и погнали. Выйдя на нужные остановки, отправился на площадь, которая была назначена местом встречи. Спортивная сумка за моим плечом вроде бы не содержала в себе ничего лишнего, но пройти метров пятьсот с ней оказалось не так легко. Впрочем, в мыслях я бы сейчас так далеко от этого места, а может и времени, что не обращала на это внимания. Блять, да почему такой дрищ, пиздец? Одна половина меня ликовала, надеялась и ждала, другая же была полна сомнений и трепета. Наконец впереди показалась кучка людей, обступивших автобус, я утер тыльной стороной ладони, выступивший на лбу пот. День выдался жарковатый и зашагал навстречу путешествию в свой сон. Впрочем, сонли стали различимы некоторые лица, кое-кого я видел на курсах воспитателей, но остальные, например, какая-то группа молодежи, гладящих между собой, казались совершенно незнакомыми. И что вот вся эта толпа с нами? Попутно я отметил, что автобус был очень даже приличный, не и Карус, как в прошлой, и уж подавно не Лиас, с которого начиналось мое приключение полтора года назад. Стоило мне остановить с около автобуса в нерешительности, оглядываясь вокруг, как сзади раздался знакомый бодрый голос. Ну, здравствуйте, товарищ, как настроение? У-у-у-у. Я резко обернулся из автобуса, ко мне подошла Ольга Дмитриевна, от вида которой по моей спине невзорян на теплую погоду побежал холодок. Здравствуйте, замечательное настроение у вас. На ней была ее привычная для меня пионерская форма. Да, может, Ольга и прибавила пару лет, но выглядела сейчас до того знакомой, что я уже почти ждал от этого невинного приветствия какого-нибудь подвоха. Вроде, ну, раз тебе нечем пока заняться, то сбегай туда-то и туда-то. Но никакого подвоха не было. Тоже неплохо, я бы даже сказала, отлично, я все собрал, ничего не забыла, а то, смотри, возвращаться не будем. Она кивком указала на мою сумку, если облечение сбросил ее с плеча, раз уж меня никто никуда пока не гнал. Очевидно, время до отбытия еще было, решил подержать беседу. Не забывай, с чего такие сомнения? Ну как же, обычное дело, приезжаем, начинается составление списка. То, того, чего кому не хватает. Конечно, вожатые не так часто что-то забывают, но всякое я видала. А ведь лагерь далеко от населенных пунктов, за покупками так запросто не сбегаешь. Понятно, но все же, если кому-то очень-очень надо. Да собираем кто что можем или из-за кромфлагеря достаем. Движемся прямо к этому социалистическому будущему. Ммм, вот как. Ну а если вот прямо очень надо, то как оттуда? А вот и наши остальные. Эй, загружаемся, выезжаем. Настолько и далее. Перебив меня, она помахала рукой паре человек, спешивших к автобусу, судя по пакетам, вместо сумок в руках они отлучались в магазин на время стоянки. Вернее, спешили все, кроме одной девушки с закрашенными в синий-фиолетовый цвет волосами. Она флитматично осматривала зеленеющий падаль парк и лишь после оклика прибавила шаг. А это неуверенно начал я взглядом, указав на... Уведена у мной с самого начала компанию, которая теперь втисывает в двери и оккупировала места в хвосте. А, это так, попутчики, чего автобус порожняком гонять? Собираем вожатых, кто из других городов и тех, кому по пути. Кивнув, я втащил сумку в автобус и тяжело пустился на кресло в середине салона. Что-то мне это не нравится, друзья. На мгновение я закрыл глаза, но отустало стенец корея от сознания, что я уже на финишной прямой. Вокруг журнала жужжали голоса сквозь полусомкнутые веки. Я заметил, как обладательница синий-фиолетовый волос села впереди в паре мест от меня и достав книгу окончательно потеряла ко всему происходящему вокруг интерес. Я на миг увидел ее лицо, может я и плохо определяю возраст. Нагласно указалось, что девушка едва даже 20 лет будет. Тем не менее, она была мне смутно знакома. Вроде мы вместе посещали курсы вожатых. Она единственная, ни с кем не общалась. Я даже подумал заговорить с ней первым, спросив, к примеру, что она думает о лагере. Но что-то в ее поведении не располагало к этому. Я смотрю, как Ольга Дмитриевна, неизвестно откуда доставшая свою белую панамку, пересчитывает нас и вдруг почувствовала, что мне страшно. Остались считанные минуты. Что дальше? Мы поедем в лагерь из моего сна. Вот так просто. И ничего не произойдет. Вот будет обидно, если все это и автобус, и коллеги и вожатые, и почти не изменившаяся Ольга Дмитриевна исчезнута. Я проснусь дома в постели. А может быть на больничной койке. А может, но вдруг в лагерном домике на берегу неизвестной реки в неизвестном году. Судя по звуку в заднюю дверь автобуса, в последний момент скачал еще кто-то из-за моей спины. Раздались веселые крики. Надеюсь, никто из них не является вожатым. Ольга Дмитриевна еще раз пересчитала сидящих из... Верилась в какими-то своими записями. Девушку с синими фиолетовыми волосами, тем временем кто-то окликнул через пару кресел. О, Кристина, привет. Кристина теперь, я вспомнила, время повернулась на голос и сдержанно махнула рукой. А говорила, надоело, что решила еще раз съездить. Синий фиолетовая макушка едва заметно покачнулась. Видимо, девушка, пожалуй, обличая, после чего приняла прежнюю позу. Странно, я едва припоминаю ее внешность. На голосах у тебя я не помню вообще. Немая она, что ли? Автобус завелся, когда Ольга Дмитриевна подтвердила, что все в сборе тронулся. Раз, два, три. Всем слышно? Динамики, встроенные в потолок, над каждым местом, включились с хрипом, но дальше голос нашего командира звучал четко. Итак, друзья, вот почти все в сборе. Кое-кто еще подсядет по пути. Так что будет пара остановок. Наша поездка займет три часа три. Нихрена себе. Раздалось недовольно обормотание водителя. Чуть более трех. Водитель что-то сердито буркнул и сосредоточился на управлении, выводя автобус на трассу. Да, это если не попадем в пробку, как мне тут подсказывает Вадим, наш водитель, но я уверен, что все пройдет хорошо. Напоминаю, что во время движения запрещено передвигаться по салону, а если я увижу, что наши пассажиры извлекли то, что принесли в салон в последнюю очередь, то они сразу же станут пешеходами. Сзади повисло недоуменное молчание, затем кто-то тихо выругался. Я прошу всех пристегнуть ремни прямо сейчас. Во-первых, нам не хотелось бы платить штрафы, во-вторых, и вы должны это понимать, это несложное действие может сохранить вам жизнь в случае чего. У меня все, счастливого пути. Ольга Дмитриевна в своем репертуаре. Я улыбнулся и посидел еще, ожидая чего-нибудь в том же духе, но она убрала микрофон и отвернулась. Тогда я воткнул уши наушники, немного понаблюдав за проносящимися мимо знакомыми улицами города, закрыл глаза. Теперь страха не было, по крайней мере я заставил себя думать о том, что все это реально. На этот автобус только выглядит таким современным. Трясется как тот же Икарус. Да и душно тут на кондиционере сэкономили что ли. Блин, очень интересно. Я на секунду приоткрыл глаза, чтобы еще раз убедиться, что вокруг ничего не изменилось и задремал. Глава вторая. Интересно. Новое начало. Так. Новое начало это прям как из этого... Из фильмов пятница, тринадцатая. Новое начало, там это четвертая или пятая часть так называлась. Ну да ладно. Я уже от темы отошел. Уважаемые читатели, команда разработчиков БЛПИ вносит в игровую механику новый элемент геймплея по названию Point and Click. Будете внимательны, ведь с этого дня на некоторых локациях лагеря имеются вещи, с которыми ты можешь взаимодействовать, правда, лишь в определенный момент времени. Благодаря им ты можешь получить дополнительную часть истории, чтобы взаимодействовать с ними. Их требуется найти на фоне и кликнуть на них правой клавишей мыши. Ну, мне значит просто кликать. Я на телефоне играю. Найти вещи. Надеюсь, никто ничего не забудет. Проверьте все заранее, осталось минут пятнадцать. Медленно открывая глаза, я не без усилий покидал плен дорожной дремоты, как вдруг меня всего передернуло. Не могу поверить. Нет, я поверю только, когда увижу его. Я протер глаза и зацепившись рукой за спутавшиеся наушники, принялся развязывать их. Заметно поледевшие к этому времени ряды пассажиров вокруг тоже готовились к выходу. Кто-то, как и я, сонно оглядывался по сторонам, кто-то убирал маленькую дорожную шахматную доску, кто-то шарил по карманам сумки, некоторые девушки вовсю прихорашивались. Впереди Кристина лишь небрежно пригладила прическу пальцами и вновь замерла почти неподвижно. Стало видно, что в руках она все-таки также держала небольшую книжку, которая, видимо, изоевала все ее внимание. И все-таки, сколько же ей лет. Тем временем в поле зрения вплыл знакомый участок дороги. Да, это же все, знакомые мне места. Здесь, у этого куста, мы с Алисой разводили костер, прежде чем нас подобрал припозднившийся автобус. А еще по этой дороге мы ехали и весело болтали с Леной. И прощались с Ульяной. И пешком брили с Юлей. А может здесь мы обсуждали перспективы своего будущего со Славей как раз за пару минут до того, как это будущее распылалось, рассыпалось в пыль, уступив место очередному витку. Мои воспоминания прервал поворот автобуса, и вот передо мной появились знакомые мне ворота. Надо же, даже гипсовые статуи остались такими же. Водитель остановил автобус, открыл дверь и заглушил мотор. Интересно. Ольга Дмитриевна кричала что-то мотивирующее и подбадривающее. Но я не слушал, а медленно будто зачарованный брег двери автобуса, не открывая, неотрывно глядя на Савёну. Давайте заскриним. Ольга Дмитриевна... Что-то мотивирует... А, это я прочитала. Кто-то сразу бодро зашагал к домикам. Кто-то ждал знакомых. Я же, щурясь от яркого палящего солнца, уставился на ворота как небезвестный баран. Или какой там баран. Это он, тот самый Савёнок, знакомый до последнего пятна ржавчины на воротах. Поёжившись от налетевшего ветерка, я взял сумку на плечо и неспеша направился вслед за остальными, оглядываясь по сторонам. И чувствуя, как бешено колотится сердце. Второе потрясение ожидало меня почти сразу за воротами. Я уже собирался повстречаться со старыми знакомыми Гендой. Когда обнаружил, что вместо одного сурового управляющего на постаменте появился другой, Владимир Ильич, собственная персона. Я подошёл ближе, игнорируя возникающего вокруг суету, кое-то уже бросив вещи в один из домиков в быстрейшую обратно, Ольга Дмитриевна решительно направлялась к зданию администрации. Приехавшие со мной на одном автобусе разбивались на кучке и объединялись с теми, кто, видимо, приехал раньше. Несколько человек призывало. Призывно махали рукой, найдя среди моих попутчиков своих знакомых. А я всё не мог решить, как отношусь к замене Генды на Ленина. Памятник несуществующему персонажу это удивительно. А полное соответствие лагеря в моих воспоминаниях реальности, за исключением этого памятника, хотя я ещё не всё осмотрел, может есть и другие различия. Замедлив шаг, я заслонил ладонью солнце, вглядываясь в чёрты памятника и сравнивая его с тем, что был в моём сне. Сходства между ними было больше, чем казалось на первый взгляд. Вот только жест, которым Генда поправлял очки, без этих самых очков выглядело странно. Казалось, каменный Ильич настойчиво втолковывает невидимому собеседнику какую-то мысль или собирается снять кепку с отколотым козырьком. Глаз нет, что ли? О-о-о, какая девушка, интересно. Уставившись на памятник, я не заметил, как меня пыталась обогнать Кристина, та самая девушка с синими фиолетовыми волосами, и наступил ей на пятку. Так, мне надо её на превьюху взять. Что ж, по крайней мере, я убедился, что голос у неё есть. И извини, засмотрелся. Я тут... Ладно. Она посмотрела на свою обувь, плотные чёрные ботинки, убедившись в отсутствии повреждений и грязи, направилась бы дальше, снова потеряв ко мне интерес, но вдруг остановилась и кто-то повернулась. Послушай, а чего ты так странно глазеешь на всё? Ты... ты бывал тут раньше? Мне показалось, что когда пару секунд назад я наступил ей на ногу, она и то проявила меньше эмоций, я так подозрительно выгляжу. Нет. Нет, не бывал, вот и смотрю по сторонам. Девушка посмотрела мне в глаза и вдруг сообщила. Знаю, это звучит странно, но я думаю, что это неправда, ты знаешь этот лагерь. Так ведь? От такого прямого вопроса я стушевался окончательно, лихорадочно соображая, откуда же эта девушка может меня знать, я машинально кивнул. Знаю. Между тем народ стал расходиться, кто куда, я заметил, что на площади мы уже остались одни. Подожди, а куда это всё? Прекратив сверлить меня пристальным взглядом, она фыркнула. Слушать надо было, что Дмитриевна в автобусе сказала. Час нам даётся, чтобы устроиться по домикам, разобрать вещи и переодеться, а потом встретиться тут на площади. Речь толкать будет, наверное. Спасибо. Кристина, да? Ага, что ты, Семён, я тоже знаю. Очень приятно. Угу. Так что скажешь? О чём? Чуть раздражённо ответил я. Что ей нужно-то? О чём? О лагере? Так ты правда тот самый Семён, который попадал сюда во сне? Что? Я не успел отреагировать на такое внезапное заявление, но она вдруг смущена сцепила руки за спиной. Ты не подумай только, что я разболтаю кому-нибудь. Просто я о тебе слышала. Можно сказать и из первых рук. От Алисы и от Лены тоже. Одна новость ошеломительная, другой сначала тот самый лагерь, потом Лен вместо Генды, а теперь девушка, утверждающая, что знает обо мне всё. Всё. Я пухчёл головой, подобрал сумку, медленно пошёл в сторону домиков. Да, я действительно тот самый Семён, но давай потом поговорим обо всяких чудесах. Пойду займу своё жилище. Хорошо, хорошо. Ты же никуда не денешься, правда? Её реакция показалась мне забавной. Кристина так странно оживилась, когда узнала меня. Как будто её вообще больше ничего вокруг не интересовало. Я ведь слышал, как она общалась с остальными. А именно никак. Я направился к своему домику, оглядываясь по сторонам. Здесь всё было знакомо, настолько, что казалось, я мог бы пройти по этой дорожке с закрытыми глазами. Даже странно, будто и не прошло полтора года с того сна. Приблизившись к домику, где в прошлый раз я жил с Ольгой Дмитриевной, я заметил прислонёнок к его стенке велосипед. И он тоже мне знаком. Интересно, настоящий советский или новый. Сложно было понять, издали он мне казался ярким, но оказалось, что он на самом деле покрыт толстенным слоем грязи и пыли на вилке руля, где когда-то был какой-то овальный шилдик. Но теперь от него остались только две обломанные заклёпки. Ну и ладно. Я подошёл к двери и на миг нерешительности замер, прежде чем взяться за ручку. Как будто что-то должно случиться. Вот сейчас я войду внутрь, увижу в точности тоже убраться, что и во сне, и... Дверь оказалась запертой. Я дёрнул ручку сильнее, раздосадованно стукнул кулаком в дверь. Ключом не пробовал. Я обернулся. Семён. Извините, я забыла выдать вам ключи, но Кристина мне как раз напомнила. Располагайтесь, этот домик ваш. Вожатый виноватый раздавал руками, окинув напоследок задумчивым взглядом. Домик она медленно развернулась и отправилась вдоль лагерной улицы, следя, как обустраиваются остальные. В смысле, наш. Мы что, с ней будем жить, что ли? Тот самый домик, да? Девушка незаметно прошмыгнула прямо перед моим носом и вошла внутрь первой. Я попросил её назначить нас в один отряд, ты ведь никогда не был в воспитательном лагере. Вот помогу тебе, а ты расскажешь мне, как у тебя всё это получилось, а? Ну, со сном. Так, друзья, вот ради этого надо было этот мод скачивать, мне это уже нравится. Мы тут будем с Кристиной жить в одном домике. В одном домике, пацаны, понимаете? Я шагнул через порог и остановился, уставившись на неё в недоумении. Во-первых, эта девочка сама выглядела, выглядящая как подросток, предлагает мне помощь. Да сколько ей лет-то? Ну, может, первокурсница лет 18? Во-вторых, какого ответа она от меня ожидает? За кого она меня принимает? Я картинно помахал перед собой руками, будто забирая невидимые, как кокон, вокруг своей головы. Вот так беру, собираю энергию и сейчас отправлюсь. Разве что прямиком в дурку, потому что ничего никогда у меня не получалось. Зря ты так, я серьёзно вообще-то. Ну, как хочешь. Кристина, я тоже серьёзно не знаю, с чего ты взяла, что я как-то по своей воле попал в тот сон. Но, поверь, я сам ничего не понимаю. Она несколько секунд задумывчиво смотрела, то на меня-то на свою сумку, а затем, наконец, едва заметно улыбнулась. Дева с того, что я интересуюсь подобными вещами и кое-что знаю. А раз человек попадает в альтернативную реальность, а потом возвращается оттуда, совершив некоторые действия, значит, это происходит не спонтанно. Я думаю, что ты то ли сам неосознанно вызываешь все эти переходы из реальности в реальность, то ли с тобой связана какая-то аномалия. А я думаю, что ничего интересного я тебе рассказать или показать не могу. Ладно, поживём, увидим, а пока давай шмотки выгружать. С этими словами девушка расстегнула сумку, принялась раскладывать вещи. Простая, как три копейки. Она что, уже мне в соседей набилась? Кристина, зови меня Кристи, пожалуйста, что? Она поинтересовалась так невинно, словно действительно не было ничего такого особенного в этих странных разговорах о высоких материях, параллельно с раскладыванием вещей в домике, куда я её не звал. Я почему-то до сих пор думал о нём, именно как о своём жилище, но, видимо, девушку моё мнение интересовало куда меньше, чем странные события, в центр которых я попадал. Да так, ты здесь жить будешь? Естественно, мы же будем задним отрядом закреплены, мало ли, по очереди дежурить придётся удобнее. Говоришь, как бывалая вожатая, часто ездила сюда. Третий год. Ого, а по виду не скажешь. Она продолжила деловито раскладывать вещи, и я решил, что разговор лить её заново уже не удастся, приступила к тому же занятию. Казалось, даже речь её как-то выцветала, когда она не говорила о чём-то, что ей неинтересно. Она интересна, и, видимо, только что-нибудь из разряда не от мира сего. И как она сама, или что? Справившись с вещами, гораздо быстрее девушке я решил предоставить ей возможность переодеться и вышел из домика, усевшись в шезлонг. Да зачем выходить-то, блин? Ну кого? Она же, типа, с нами живёт. Зачем выходить из домика? Впрочем, особо рассиживаться не пришлось. Пустя минут 10 Кристина вышла уже в форме с аккуратно повязанным галстуком. Возьми форму в шкафчике, я жду. Сказала она, едва я встал, тут же занял моё место. Офигенно. А где вещи-то? Мы же разложили вроде вещи. Как-то мне такой домик не нравится без вещей, пустой какой-то. К моему удивлению, в шкафчике нашлось несколько комплектов формы, как мужской, так и женской. Немного повозившись, я отобрал вещи себе по размеру остальные, несколько получилось. Аккуратно сложил в стопку и принялся переодеваться. Блин, надо не забывать, что тут можно находить какие-то эти штуки. Выйдя из домика, я направился на площадь. Весь наш променад до площади Кристи без тени смущения читал какую-то книжку названия, которое мне рассмотреть не удалось. Блин, ну я никаких деталек не вижу и вещей на фоне. Голос Ольги Дмитриевны было слышно издалека. Несмотря на шумную толпу, вокруг она быстро и ловко раздавала всем отзывающимся на свою фамилию какие-то листки. Пожалуйста, потише, вы можете обсудить свои назначения потом? Когда мы подошли ближе, она шагнула навстречу и протянула листок мне. А вот и вы, смотрите, этот список вашего отряда. Она кинула меня оценивающим взглядом, потом перевела взгляд на мою спутницу. Кристина должна быть уже сказала, да, вы будете вместе и уверены. Со старшим отрядом вдвоем справитесь легко. Кристина, не отрываясь от книги, что-то тихо буркнула себе под нос. И не смотрите, что она у нас такая тихая. Кристина знает, как найти подход к каждому, но если где-то ей не будет хватать внушительного вида, вы дополните ее. Какая откровенная лесть, нет. У меня никакого вдушительного вида никогда не было. Впрочем, все познается в сравнении. На фоне Кристины я и вправду выгляжу не самым мелким. Наверное. Ольга Дмитриевна, не став больше тратить на нас время, снова просочилась сквозь толпу и стала звать по очереди людей. Кристине ответила ей ничего, только кивнула и осталась на месте, ожидая чего-то. Ну, не успела задать вопрос, как до нас донеслось. Все отряды распределены, а теперь слушайте внимательно. Наступила тишина, и администратор... Стала осматривать наш неровный строй. Так, ребяти, я предлагаю на этой ноте очень интересное засейвиться. И уже, блин... Продолжить следующей серии, так сказать. Ну, блин, вот тут уже прям вообще интересно начинается. В принципе, начало тоже интересненькое было. Ну, не прям такое интересное. Но тут уже прям так поинтересней, я бы сказал. Ладно. На этой ноте я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайкосики. Вот. И уже с этого сохранения мы продолжим. В следующей серии с вами был Семен Плей. И всем пока-пока. Я думаю, нас ждет что-то очень горячее. Так что, до скорого, ребятки.